всем большой привет пожалуйста запишу видео и пока очень не кончился у меня энтузиазм решила его записать уже очень классная информация короче прыщик на лбу короче не обращайте внимание периодически когда смотрите и когда я раньше смотрела всякие развивающие ролики но не развивающие а тренинги типа личностного роста и в общем достаточно часто андрей там говорил родислав гандапас и как бы все уже да там как бы в основном да там не за этом бизнес молодость то есть все кто к хоть как-то ведут тренинги но по личностному росту они вписывают в свою как бы программу вот такую вот то есть роза ветров то я не стала уже знаете еще мучиться на компьютере и нарисовала в красках да то есть сама ручкой то есть это просто колесо на как-то на фокус убрать голубым нарисовала который вообще не видно да да ладно ну короче спец не спектр да как это в общем сфера и она поделена в общем на секторы и каждый сектор отвечает за какую-то определенную в общем в твоей жизни до разные спектры семья здоровье деньги там богатство и ты значит от 0 до 10 ставишь и рисуешь потом себе такую звезду вот и как бы в этом нет никаких проблем да то есть это абсолютно классная схема я раньше тоже периодически эту розу ветров себе рисовала там и чего там да там если какая-то сфера прям сильно проседает до ее надо подтягивать допустим там здоровье допустим сильно проседает или семья сильно проседает или карьера сильно проседает там за друзья сильно проседаю данность какая-то вот рекомендованные там сферы самые такие популярные в общем какая-то сфера проседает вы ее как бы подтягиваете до такого среднего уровня идеальная система когда баланс да то есть если один то все уровни примерно на одном, если 3, то все уровни примерно на 3, если 10, то все примерно на 10. Я думаю, это для всех не новость. И, скажем так, более такие духовно развитые, да, один из секторов посвящают какому-то, знаете, духовному развитию, это не везде есть, но вот где-то, я помню, это было, то есть посвящать какому-то, то есть именно уже не социальному развитию, да, не саморазвитию, а именно комната, то есть как бы души, так и скажем, да, как бы это не очень популярно, но где-то это все-таки было. И которое обучение я сейчас прохожу, они тоже говорят, что, значит, можно идти вот по такому балансу, да, то есть именно баланс с точки зрения один из секторов является твоим как бы духовным неким уровнем, да, и ты тратишь на него какое-то свое время. И они предложили другой вариант, другой вариант, это вот такой вот, то есть так, как мы, я, допустим, да, обычная мирская женщина, и все, кто проходит обучение, там обычные мирские люди, которые раз и осознали, да, что ё-пэ-рэ-сэ-тэ, да, что там, а вдруг это правда, что есть там, да, что-то за пределами смерти, начали интересоваться духовностью или получили уже какой-то духовный опыт и начали искать ответы. То есть люди, как правило, пришедшие из обычной жизни, и вот они пытаются в свою жизнь вклинить, именно вклинить какую-то, хоть какую-то духовность, да, то есть знания, тратить на это время, тратить на это там свою энергию, да, это однозначно откуда-то энергию забирает. И вот что предлагают учителя, да, именно наставники. Так, ну, не хочет она меня фокусировать, ну вот, да, то есть я тут нарисовала от руки, то есть все те же самые сферы, да, вот, да, то есть семья, здоровье, деньги, ну, то есть тут уже может быть все, что угодно, да, там, социальное развитие, там, друзья, не друзья, и они сказали, что в первую очередь, да, во-первых, мы выделяем духовное развитие вне этого спектра, скажем так, ну, вне этой сферы, и вся эта сфера, да, то есть все эти уровни должны служить для развития одной вот этой самой главной. То есть в первом варианте у нас как бы не было никакого лидера, да, скажем так, у нас были все они одноценные, да, равноценные, и все поддерживали друг друга, и должен был быть такой баланс. То вот в этой вот розе ветров, да, уже есть явный лидер, который замыкает на себя все, и то есть все служит для развития вот этого первого. И, ну, как бы, то есть если тут все единичка, да, то есть без проблем, мы развиваем духовный уровень на единичку, то есть как бы нет такого, что надо там все прям на десятку. Мне вот это, вот это именно вторая, да, я ее, честно говоря, не знала. То есть может она тоже была, но я ее реально не знала. Она у меня прям круто срезонировала. И они говорят, что, ну, как бы, да, вот человеку, который только-только начал увлекаться какой-то духовностью, есть такая ошибка, да, все бросил, там, все, я, мол, человек духовный, я прозрел, да, ну и полностью, значит, пытаются менять, да, прям все пытаются менять кардинально. Это не рекомендуется, потому что, как правило, это будут траблы, то есть это будет полностью какая-то разрушенная жизнь, то есть это, ну, не советуют, короче, так делать. Советуют именно то, что есть, попытаться это все дело одухотворить, то есть, ну, постепенно, да, то есть, допустим, там, начиная с самых простых вещей, о которых, да, вот я тоже говорю, то есть вставать пораньше, ложиться пораньше. Если там есть возможность кушать, да, более такую постную еду, нет возможности кушать то, что кушали, да, просто вот постепенно, то есть, как говорят, там, постепенно, и даже ледники тают, поэтому постепенно все возможно. То есть постепенно читать книжки, да, уже там не сериал смотреть какой-нибудь, там, а вот книжку прочитать именно какую-нибудь, ну, любой традиции, да, я вот все-таки склоняюсь к Багавад-Гите, поэтому, собственно, Багавад-Гита, ну, допустим, да, ну, или там, Библию, да, то есть, это неважно. То есть, просто посвящать свое время постепенно из всех секторов, да, из всех секторов посвящать именно, ну, вот, духовной направленности, да, то есть, допустим, деньги там, есть у меня какие-то свободные деньги, да, пытать эти, допустим, их не на платье, а вот там, я не знаю, там, да, отдать какой-нибудь матери-одиночки, да, Да, ну вот, как бы вот идея такая, да, то есть постепенно во все, во все, во все уровни внедрять вот именно эту систему. И будет нам счастье, и будет нам счастье, постепенно идеальный баланс, да, когда вот это всё превратится вот это, то есть это всё сольётся и станет единой духовной практикой. Это как бы идеал.